Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про пожарную технику, которая работает в опасных территориях нашей страны, там, где идут боевые действия. И как эту технику модернизируют, и также какие задачи в одном уходе. Как сейчас Россия обеспечивает безопасность на новых территориях? Особенно актуальна сейчас тема радиологической и химической безопасности. Разведывательная химическая машина РХМ-9, как считают специалисты, данный образец в настоящее время является самым совершенным в своем классе. Ему под силой в автоматическом режиме распознавать более 3000 видов различных химических веществ и по каналам автоматизированной системы управления войсками или же по радио передавать данные на пункты управления. Имеющийся на борту беспилотный комплекс воздушной разведки ведет изучение местности на расстоянии до 25 км. РХМ создан на шасси трехоснового полноприводного КамАЗа Тайфун-К. Броня РХМ-9 поддерживает обстрелы с тяжелого 14,5-мм пулемета и обладает высокой противоминной и противоосколочной защитой. При перестройке в РХМ-9 базовый броневик получает широкий круг новых приборов и устройств. Так, внутри десантного отделения устанавливаются автоматизированные рабочие места экипажа, а также различные приборы и устройства. Обитаемый отсек получает новую улучшенную фильтровентиляционную установку, обеспечивающую длительную работу на зараженной местности, а на крыше корпуса монтируется боевой модуль с пулеметом для самообороны. И необходимо отметить использование современных средств обмена данными. По всей видимости, бортовой комплекс РХМ-9 выдает штабу или другим потребителям готовые и максимально полные данные об обстановке в обследуемом районе. А это уже РХМ-8, и она предназначена для ведения радиационной, химической и биологической разведки. РХМ-8 может передавать данные по каналам автоматизированной системы управления войсками, а также на пункты управления по радиоканалам. А при помощи установленного в РХМ-8 оборудования можно обнаруживать источники опасного излучения, а также патогенных агентов, вирусов или бактерий, а также определять степень химического загрязнения воздуха и местности. РХМ-8 создана на базе многоцелевого российского бронеавтомобиля «Тигр». Он производится на машиностроительном заводе в городе Арзамаса с 2005 года. И на базе «Тигра» уже создано огромное количество машин самого разного предназначения. Среди них, к примеру, полицейский автомобиль, штурмовой и разоградительный-заградительный спецавтомобиль, командно-штабная машина, а также полевая передвижная радиостанция и даже минометный комплекс. А это УАЗ-РХБ. Машина может обнаруживать опасные вещества и отмечать загрязненные участки. Оборудование машины позволяет производить забор проб воды, грунта и воздуха. А также в машине можно будет провести экспресс-анализ образцов и доставить отдельные материалы в лабораторию для детального исследования. Для передачи результатов анализа РХМ оснащен защищенной связью. Использование в качестве базы массового внедорожника облегчит применение новой машины для гражданских нужд. РХМ на базе Патриота могут использоваться для обеспечения безопасности массовых мероприятий, а также для устранения последствий техногенных катастроф или стихийных бедствий. Комплекс мобильной радиационно-химической и биологической разведки КМ-РХБР от НПП «Адвент» на базе Ford Transit 350 предназначен для ведения радиационно-химической и биологической разведки в приемах проведения международных политических, экономических или спортивных форумов, а также доставки проб в стационарные или же мобильные лаборатории и передачи данных о результатах разведки по каналам радиосвязи на пункты управления. И также очень остро стоит проблема беспилотников на новых территориях, и довольно часто их нападением подвергаются пожарные машины. В связи с тем появилась потребность бронирования линейных пожарных машин. О более подробном машине я предлагаю послушать специалиста. Это разработка совместно с Университетом пожарной безопасности. В чем идея? Идея в том, что мы убрали сейчас дверь, макет, который проверяли. Дверь простреляна, у себя броня целая. Приезжает, грубо говоря, несколько ящиков куда-то. Ну, мы говорим, там, в ту территорию. Понятно, да-да-да. Вот. У них у всех стандартные пожарные машины. Плюс-минус такая-такая-такая. То есть на несколько пожарных машин классических Уралы или Камазы разработан просто комплект бронения. Он приезжает в ящиков, два-три человека абсолютно спокойно, в полевых условиях, без применения сварки, или чего-то сложного. Они за несколько часов ее полностью бронируют. То есть они открывают и меняют обшивку. Нет, они делают из нее до суда. Все, она получается вся защищенная. Снизу, сбоку, окна. Здесь крыша сейчас вверх. Да, позволяет все. Вот эта вся зона, где есть люди, она вся бронирована. Плюс бронированный двигатель, получается, сперед, снизу, там, по бокам. Плюс аккумуляторы, бензобаки, то есть то, что подвержено поражению. Это все бронируется. Соответственно... И капот, наверное, да? Сверху нет. Сверху его нет смысла. Вниз, перед, вот это все обязательно закрыто. Эта часть не бронируется. Что бочка-то бронировала? Смысл? Пробились, заварились, законопатили она работает. Самое главное, защитить людей. Вот именно вот это. И поэтому, мы еще раз говорим, мы не показываем машину. Мы показываем именно то, что есть комплект. Возможность ее модернизировать. Да, и причем, и причем самое интересное, что... Вот эта часть еще может сниматься. То есть обзор будет. Снял. Если ты в безопасной зоне, просто снял ее. И все, и без проблем. Поэтому здесь просто композитные какие-то у вас... Это бронеплисты. Это именно бронелисты. Специальная... Нет, специальная броня. Именно броня. Не железо, которое мы привыкли. Это броня. Причем здесь низ и верх, это броня класса БР-4, а боковинки БР-3. То есть их пистолет или еще что-то, или автомат прострелить не может. Осколки она задерживает. Вот то, что вы у ребят там смотрели, такая красивенькая, черненькая, она БР-2. Ее пистолет простреливает. То есть она защищает. Ну так. Ну понятно. Ну так. Это уже защита. И самое главное, поставил, поставил, не надо, снял. Ничего менять в конструкции не надо. И последнее, на что на самом деле потратили огромное количество сил и времени, на эту броню получили одобрение в ГАИ, что с установкой этой брони не меняются характеристики машины, а она может ездить по дорогам общего пользования. Не надо проходить... Да, потому что все это уже пройдено, все это, все разрешено. Вот это вот как бы такая... Интересно, да. Это очень полезно. Да, понимаете. Интересно и полезно, да. Вот такие вот вещи. И вроде бы очень легко и просто. И именно на это и рассчитано, чтобы это было легко и просто. Чтобы люди могли на месте это поставить, на месте это снять. Угу. Вот так. Здорово. Почему? Спасибо вам большое. Также существует вариант бронирования пожарных Уралов нового поколения. И перед вами Урал-Некст с быстросъемным бронированным обитаемым отсеком. Также из-за нехватки линейных пожарных машин было придумано решение с мобильной установкой пожаротушения. Давайте послушаем. С той стороны огнетушители стоят прямо снаружи. Бери их и вперед. Здесь там лопаты, багры, там наверху рукава уложены вот в этих ребрах жесткости. Ну, здорово. То есть она сама себя наполняет. Если есть водоисточник, она может либо закачать в себя воду сама, либо там гидроэлеватором откуда-то перекачать из одного места на другую. То есть вот такая вот разработка новая. Работает и с земли, и с кузова. Ну, да. И еще к ней ножки есть, за счет которых пристегиваешь, подняли, машинка заехала, опустили, поехала. То есть так же, приехали. Такие драматические какие-то. Нет, просто обычные. Ручной. Или так два человека поднимают, или цепями поднимают специальные ноги. Они вот там дальше стоят. Интересно, да. Все. То есть вот такое вот. Интересно. Я даже не обратила внимания, если будут сейчас ко мне подошли. Потому что, ну, как-то все смотрят, непонятно. Что-то харизматическое все. А в реальности это вот такая супер штуковина, которая простая, надежная, неубиваемая. Мотопомпа на ней стоит. На ней, на мотопомпе двигатель от автомобиля «восьмерка». То есть любой автослесарь его просто разберет с закрытыми глазами и соберет. Вот это стандартный автомобильный двигатель, знаем, который все. Легко обслуживается, работает. И самое интересное еще, что мы в ней сделали. Мы в ней сделали подогрев. Потому что пожарная машина, она же должна стоять в теплом боксе. Да-да-да. А эта стоит на улице. Особенно, если в полевых условиях там теплых боксов нет. Ну да, если с собой какой-то. Она подогревается. Сверху одевается на нее термочехол такой тоненький на самом деле. Но он не дает уходить теплу. А внутри в трубках проложены греющие кабеля. И они просто ее подогревают, чтобы не замерзли. Все. То есть ее можно использовать при минусе. Применодично, да. Ну здорово. И третья у нее особенность. Она прекрасно работает в автоколоннах для защиты автоколонн. Да-да-да. От всякого рода торожей. Понятно. То есть пожарная машина сразу видна. И быстро остановят разные. Время запуска лафета вот этого верхнего ствола от момента остановки автомобиля от 25 до 35 секунд. То есть если где-то что-то случилось, колонна остановилась, машина подошла, чуть-чуть-чуть потушили и поехали дальше. Ну да. Вообще. То есть то, чего никто другой сделать в принципе не может. Пожарная машина не может так быстро, к сожалению, развернуться. Она устроена по-другому. Ну да, пока люди выйдут, пока все это запустят. Пока переключат, пока отправят туда. А здесь тоже должен подойти человеку все это открыть. На самом деле она открывается вот так, защелки раз. Мотопомпа запускается сходу, ну как автомобиль. Чем-то там просто кнопка запускается и все. Открывается один кран и пошла вода. Ну да. Подключить все эти краны, рукава. Здесь ничего подключать не надо. То есть, ну, лафет сразу работает. Он подключен. Ну, чертес. Здорово. Вот такая вот. А это перед вами вертолет Ми-8 АМТ-ШВА в арктическом исполнении. Арктический вертолет Ми-8 АМТ-ШВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах при экстремально низких температурах. Машина отличает улучшенная теплоизоляция фюзеляжа, систему подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, которая обеспечивает возможность оперативного запуска двигателя вертолета при температурах аж до минус 60 градусов по Цельсию. Установка дополнительных паков позволила увеличить дальность полета. Вертолет может провести в воздухе до 7 часов без дозаправки. Арктический вертолет был создан специально для эксплуатации в северных регионах при экстремально низких температурах. Установка дополнительных паков также позволила увеличить и дальность полета до 1100 километров. Машина с двумя медицинскими модулями и четырьмя сопровождающими на борту может провести в воздухе до 7 часов без дозаправки. И кроме того машины оснащены морскими спасательными костюмами, что позволяет использовать вертолеты для работы на северном морском пути. А меня лично очень удивили небольшие внутренние габариты вертолета. Когда я строила модель похожего Mi 8 на своем канале Dasha Models, мне почему-то казалось, что это чуть ли не автобус, а на деле он оказался очень даже компактным. А это уже аварийно-спасательный автомобиль Уран, и он предназначен для доставки спасателей на место аварии, природных или техногенных катастроф. Он позволяет оперативно развернуть штаб для координации спасательных работ и ликвидации чрезвычайной ситуации. Спецавтомобиль выполнен на базе высокопроходимого полноприводного шасси Sartconext, и он рассчитан на работу в тяжелых климатических и дорожных условиях. Оборудование машины также включает автономные системы жизнеобеспечения, электропитание, освещение, вентиляцию и климатическое оборудование. И также я хочу рассказать про медицинские службы, которые участвуют в спецоперации с самого начала. Подразделения из ее состава сопровождают войска и оказывают им необходимую поддержку. И для этого используются все имеющиеся снаряжения, оснащение и техника, включая самые новые образцы. И к последним можно отнести и защищенный санитарный автомобиль тактического звена линза. Для эвакуации раненых и пострадавших с переднего края оказание им первой помощи необходимы особые образцы техники. От них требуется высокая подвижность и проходимость на любой местности, достаточная вместимость и способность перевозить медикаменты и оснащение. И кроме того, объективной необходимостью является бронирование и противоминная защита. Высокие технические характеристики и широкие рабочие возможности линзы были показаны и в ходе испытания, и подтверждены на разных учениях. Теперь такие броневики участвуют в реальных военных операциях и вновь подтверждают расчетные характеристики. А это уникальный робот-сапер МГР-4 и машина, предназначенная для разминирования гражданских объектов в новых регионах страны. Машина разработана специалистами предприятия холдинга высокоточной комплексы Ковровского электромеханического завода. Робот создан на базе мини-погрузчика Ант-1000 и его серийно производит Ковровский электромеханический завод КЭМС. Основной смысл агрегата – это система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками, которая позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая риску саперов-спасателей. В ходе испытаний на реальных полигонах Ковровскую машину доработали. Шмель получил новый противоминный трал, который особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, представляющих серьезную угрозу для местных жителей. При этом МГР-4 сохранил свое главное преимущество – робот позволяет оператору находиться в безопасном месте на расстоянии до 1 км. Это особенно актуально, когда спасателям приходится иметь дело с минными ловушками, цель которых – поразить сапера. Изменены и габариты машины, теперь ее удобно перевозить к месту работ. Также на выставке «Комплексная безопасность» был представлен автономный систематизированный каталог боеприпасов для помощи саперам в определении типа мин и способов их ликвидации. И также силами научных род был разработан программный комплекс на базе искусственного интеллекта для определения вооруженных людей. Ну и самый необычный экспонат – это макет транспортабельной атомной станции малой мощности, которая располагается в полуприцепе грузовика. Данная разработка особенно актуальна для тех мест, где осложнено центральное электро- и теплоснабжение. И любопытно выглядели автомобили хвалы на службе МЧС. Это китайские автомобили, и они производятся в России. И, видимо, поэтому их можно считать условно-российскими, и их можно закупать для нужд МЧС. И также отдельно хотелось бы покритиковать организаторов выставки. Например, было выставлено очень много экспонатов без опознавательных табличек. И остается только гадать, что за транспортное средство представлено на экспозиции, и для рядового посетителя это довольно неудобно. И перед вами установка МРУ ГВТ. И она создана на базе авиационного газотурбинного двигателя ВК-1 и системы подачи в газовую выхлопную струю для создания тонко распыленной смеси на гузичном шасси высокой проходимости. Также она оснащена клинным отвалом, который применяется для движения установки через различные препятствия. Высокая огнетушащая способность установки достигается с сочетанием охлаждающего, флегматизирующего и мощного газодинамического действия на очаг пожара. И вот такой обзор выставки «Комплексная безопасность» у меня получился. Напишите в комментариях, какой экспонат вас больше всего заинтересовал. И не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. А поддержать мою деятельность вы можете через сервис Boosty. Ссылочка будет в описании. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok